Спартакеяда по разных дисциплинах киберспорту першиню пройшла в Гомеле. Организатором выступила молодежная громадская объединение киберспорту «Платун» при поддержке Белорусского республиканского союза молодых. Пляцовку для проведения с поборництва представил университет имя Франциска Скарыны. С поборництва промерковали до дня перемоги. За гульневыми баталиями назирала Марина Джалая. В актовой зале университета имя Франциска Скарыны пауз мрок. На сцене напружена кибербитва команд. В глядацкой зале гульцы, которые уже завершили свои баталии, альбо только рыхтуются. Комментатор подробно сопровождая процесс и выники поединков. На первом этапе у споборництва удельничала свыше полу тысячи подлетков от 14 до 16 годов. Менавито такие взрослые ценз вызначили организаторы. Спартакеяда прошла в четырех дисциплинах. Нужно обратить очень серьезное внимание на киберспорт, потому что эта сфера требует какого-то управления и контроля, причем культурного, чтобы было перенаправление молодежи на спортивные рельсы, более культурное общение в интернете. И вот спорт, одним словом, это переводить в спорт. Обычные занятия, многочасовые сидения за компьютером переводить в спортивное, которое, в принципе, наблюдается во всем мире сейчас. Молодежное громадское объединение киберспорту «Платун» зарегистровали по угоду тому. За эти месяцы провели множество виртуальных мероприемств и некольки на реальных пляцовках. Померкование организаторов киберспорт допомогает развивать и международное супрацовництво. Бо в многих краинах подобные турниры сбирают целые стадионы удельников, болельщиков и глядачоу. Я хочу добиться каких-то успехов от игры. Я занялся этой целью, наверное, около четырех лет назад. Посмотрел видеоролик, где киберспортсмены уважаемые люди и добиваются многих успехов. Дорогие у ФАЕ, с ранницы до вечера, пока продолжились баталии, любые ждут, что мог попробовать свои силы в киберспорте.